Сила духа и воля к победе заставляют забыть об ограниченных возможностях. Трудности не мешают этим ребятам становиться чемпионами. В соревнованиях в Дзержинске участвовали спортсмены из семи городов области. Саровчане заняли почти все призовые места. Ребятки выступили очень достойно, улучшили свое время, выполнили разряды, причем второй взрослый разряд, третий взрослый разряд и первый юношеский. Для каждой группы пловцов есть свои показания и ограничения, которые требуют пристального внимания и индивидуальной работы. Тренируются спортсмены по два часа, пять дней в неделю. За это время дети укрепляют здоровье, преодолевают психологические барьеры и адаптируются в социальной среде. Я поучаствовала в соревнованиях, научилась плавать, стала быстрее плавать. Адаптивный спорт в Сарове продолжает развиваться. Регулярно проводятся городские соревнования, разрабатываются новые программы по физической культуре для детей с ограниченными возможностями. На данный момент у меня уже три группы. С детьми, инвалидами. Ну и плюс у нас еще в молодежном центре занимаются с такими же детками. То есть я считаю, что для нашего небольшого города это очень хорошо. У нас проходят веселые старты на воде, веселые старты для детей таких на суше. Плюс вот у нас на следующей неделе будут соревнования по плаванию. По словам тренера Эдуарда Вешкина, за время тренировок ребята стали дружным и сплоченным коллективом. Вместе с родителями юные пловцы регулярно посещают музеи, кино и театры. Выбираются вместе на прогулки. Общение поднимает настроение, а совместное достижение результатов помогает поверить в свои силы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.